Зачем помнить о смерти? «Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь» — Сирах, глава 7, стих 39. «Бойся Бога, смертью порога» — русская пословица. Кто помышляет о близости смерти, тот легко укращает страсти, кто же надеется долго жить, тот опутывается многими грехами. Преподобный Исаия Отшельник. «Ежедневно умирай, чтобы жить вечно, потому что боящийся Бога жив будет вовеки» — Преподобный Антоний Великий. Ни один из тех, которые имеют гиенну пред очами, не впадет в гиенну. Ни один из тех, которые пренебрегают гиенны, не избегнет гиенны. Святитель Иоанн Златоуст. «Кто о муке не памятует, того мука не минует» — Святитель Дмитрий Ростовский. «Мы не свои, мы рабы Божии, как прекрасно называет нас Церковь. А рабы с часу на час должны ожидать, что вот-вот позовет нас Господь. Толкнет — и ступай. А мы что? Да мы совсем забыли, что мы рабы Божии. Мы думаем, что мы свои. И располагаем жизнь свою не по заповедям Божьим, а по своей волюшке. Как нам хочется жить, так и живем. А оттого жизнь наша исполнена бесчисленных грехов». Святой Праведный Иоанн Кронштадтский. «Как порицали бы вы человека, который при виде приближающейся опасности, вместо того, чтобы немедленно рассмотреть, что угрожает ему, и принять меры предосторожности, зажмурил бы глаза, чтобы не видеть опасности? Не то ли, однако, делаете вы сами? Смерть к вам приближается и непременно придет, а вы, вместо того, чтобы, не отлагая рассмотреть, что в ней опасно, и употребить открытые вам средства, сделать ее безопасной, зажмуриваете глаза, чтобы вас не беспокоил ее печальный образ. Боятся смерти. Но рассудите здраво, что страшнее, смерть ли, которую готовящаяся к ней жизнь может сделать безопасной и блаженной, или не готовящаяся жизнь, которая делает смерть лютой? Что подумали бы вы о сыне, который, живя вдали от отца, так занят делами и удовольствиями чужой страны, что не думает о возвращении к отцу и не пользуется случаями наведаться в его дом? Без сомнения вы сказали бы, видно, сей сын не любит отца. Что же посему должно подумать о человеке, который и так занят земными заботами и удовольствиями, что не помышляет о своем возвращении к отцу небесному и о его доме, о небе, о вечности? Святитель Филарет, митрополит Московский. Всякому, начинающему жить в Боге, полезен страх муки и рождаемая от него болезнь. От этой болезни вскоре рождается всякая радость. Этими узами растерживаются узы всех согрешений и страстей. Этот мучитель бывает причиной не смерти, но жизни вечной. Преподобный Симеон Новый Богослов. Кто достойно именуется разумным? Тот, кто действительно уразумел, что есть предел всей жизни, тот может положить предел своим согрешениям. Эту мысль крайне ненавидит сатана и употребляет всю силу, чтобы исторгнуть ее у человека. Если бы можно было, он отдал бы человеку царство целого мира, только бы посредством развлечения изгладить эту мысль в уме человека. Он сделал бы это охотно, если бы мог. Коварный, он знает, что если помышление о смерти укрепится в человеке, то ум его не останется уж более в стране обольщения, и бесовские хитрости к нему не приближаются. Преподобный Исаак Сирин Невозможное для человеков дело, чтобы настоящий день провели мы благочестиво, если не думаем, что это последний день нашей жизни. Преподобный Иоанн Лествичник Очень много зла от мысли, что смерть за горами. Извольте приблизить ее, и помните, что ей из-за гор ничего не стоит прискочить. Пересмотрите-ка все роды внезапных смертей и решите, какой из них не может повториться и над вами сейчас же, когда вы читаете эти строки. От беспечности нет мысли возбудительнее, как мысль о внезапной смерти. Страх смерти — спасительный страх, но у вас спасительный сия уничтожается отсутствием упования спасения. Надежда на Господа Спасителя, не уничтожая страха смерти, уничтожает убийственную его болезненность, растворяя отрезвляющее его действие на душу преданностью в волю Божию. Думайте чаще о смерти и о всем, что сопутствует ей и что последует за нею, и от всего заимствуя себе уроки, питайте свою сердечную преданность в волю Божию. Святитель Феофан Затворник Полезно возбуждать в себе воспоминания о смерти посещением кладбища, посещением болящих, присутствием при кончении и погребении ближних, частым рассматриванием и обновлением в памяти различных смертей, слышанных и виденных нами. К смертной памяти полезно принуждать себя, хотя бы сердце отвращалось от нее. Она дар Божий, а понуждение наше к ней только свидетельство искренности нашего желания иметь этот дар. При понуждении себя нужно и молиться. Господи, дашь мне память смертную. Святитель Игнатий Брянчанинов Представляй себя в гробу и вокруг других скорбящих и говори себе, эти мне не смогут ничем помочь, только я могу сделать что-то для спасения, пока живу. Старец Иероним Игинский Готовитесь ли вы к испытаниям? Уготовился я и не смутился. Псалом 118, стих 60. Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению, управь сердце твое и будь тверд. Серах, глава 2, стихи 1 и 2. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Первое послание Петра, глава 5, стих 8. Берегись бед, пока их нет. Русская пословица. Нам должно приготовляться к перенесению напасти прежде пришествия напасти, чтобы оказаться искусными в то время, когда она придет. А вы перхи. Если случится у нас радость, будем предполагать, что недалеко от нас печаль. А если пришла к нам скорбь, будем ожидать к себе приближения радости. Возьмем в пример плывущих по морю. Когда поднимается на них сильный ветер и буря, они не теряют надежды на свое спасение, но противятся волнам, ожидая тихой погоды. А когда настанет тишина, ждут бури, и потому всегда бдительны, чтобы восставший внезапно ветер не застал их неготовыми и не поверг в море. Преподобный Ефрем Сирин. Кто, живя в благоденствии, ожидает быть бедным, тот нескоро сделается бедным. А в чем не хотел ты вразумиться ожиданием, то хорошо узнаешь на опыте. Итак, живя в богатстве, ожидай бедности. Наслаждаясь благоденствием, жди голода. Пользуясь славою, жди бесславия. Наслаждаясь здоровьем, жди нездоровья. Святитель Иоанн Златоуст. Принявшие веру в Бога и крестившиеся, должны тотчас стать готовыми к испытаниям даже от домашних своих и до смерти, ибо не приготовивший себя к этому при внезапно постигшей опасности легко приходит в колебания. Святитель Василий Великий. Если ты, возлюбленный мой, не привык еще поборать внезапные движения и возбуждение страстей по поводу, например, оскорблений или других встреч, советую тебе вот что делать. Поставь себе в закон всякий день, когда сидишь еще дома, просматривать все могущие и встретиться с тобой случаи в продолжении дня, благоприятные и неблагоприятные, и какие вследствие того могут породиться в тебе страстные движения, похоти и раздражения, и наперед приготовься, как подавлять их в самом зарождении их, не давая им ходу. Преподобный Никодим Святогорец. Советую тебе, более всего вооружай себя к терпению и понесению разных приключений и неудобств, а иначе нельзя успокоиться. Преподобный Амвросий Оптинский. Как выстоять при искушении? По гибели предшествует гордость и падению надменность. Книга притчей Соломона, глава 16, стих 18. Полезно удаляться от причин ко греху. Человек, находящийся близ повода ко греху, подобен стоящему у края глубокой ямы и враг удобно ввергает его в нее, когда только захочет. Преподобный Пимен Великий. Когда родители идут с маленькими своими детьми гулять, то обыкновенные детей пускают вперед, чтобы не выпускать их из виду. Вдруг откуда-нибудь из-за угла выбегает собака и бросается на детей. Что они делают? Сейчас же бросаются к родителям с криком «Папа!» «Папа!» Они с детской простотой, с чистой верой ожидают помощи от родителей. Так и вы на пути вашей временной жизни, ежели искуситель наш дьявол и начнет казни действия, не смущайтесь и отнюдь не помышляйте обороняться своими собственными средствами, но с детской простотой спешите к Отцу Небесному с воплем «Господи, я создание Твое, помилуй меня!» Не иметь брани невозможно, но побеждать или побеждаться от нас зависит. При сильных порывах надо бы иметь воздержание, как от пищи, так и от зрения, слышания, и иметь умеренный сон, а при том сердце сокрушенно и смиренно. Псалом 50, стих 19. «Без всего же последнего первые мало помогают. Когда побеждаешься, то знай, что наказываешься за возношение и за осуждение других. Смирись, и спасет тебя Господь!» Преподобный Макарий Оптинский «Помни, что в тот час, когда на тебя нападают бесы, смотрит на тебя и Господь, как ты уповаешь на Него. Если ясно увидишь сатану, и он будет опалять тебя своим огнем и захочет пленить твой ум, то опять не убойся, но крепко надейся на Господа и говори «Я хуже всех», и отойдет от тебя враг». Преподобный Силуан Афонский «Когда увлекаешься в какой-нибудь грех, представь мысленно страшный суд и судью и с ним страхом воздерживай душу от худых пожеланий». Святитель Василий Великий «Когда плоти дьявол склоняют к греху сладостью греха, тогда представь, что эта сладость совершенно противна, мерзко человеколюбцу, и он говорит тебе «Если любишь меня, соблюди заповедь мою» Евангелие от Анна, глава 14, стих 15 «Возбраняющую тебе делать зло, на которое ты склоняешься» Святой Праведный Иоанн Кронштадтский «Разве не Господь послал нам испытание? Но Он же может послать терпение и подкрепление и утешение. Господь накажет, Он же и помилует, и утешит. У Него много средств для этого, ибо Он знает, как пролить утешение в сердце самого безотрадного страдальца. Да, не роптать и отчаиваться нужно в подобных трудных случаях, а скорее взывать к Господу «Господи, спаси меня, я погибаю! Господи, подкрепи меня, пошли мне терпение, чем и как знаешь, утешь меня!» Архимандрит Кирилл Павлов Во время искушений не прежде приступай к молитве, как сказавший несколько гневных слов против искусителя. Этим приведешь в смятение противников своих и истребишь их внушение. Авва Евагрий Понтийский Надлежит тебе, если ты искренний ревнитель о добре, со своей стороны употреблять подобающие приемы, чтобы способствовать воле Божией одержать победу. Для сего А. Как только ощутишь движение низшей чувственной и страстной воли, тотчас усиленно воспротився им и отнюдь не допускай, чтобы твое произволение склонялось на них, хотя мало. Подави их, отгони, отринь от себя сильным напряжением воли. Б. Чтобы это успешнее совершилось и принесло добрый плод, спеши возгреть вседушную неприязнь к такого рода движениям, как к врагам своим, ищущим похитить и погубить душу твою. Разгневайся на них. В. Но в то же время не забывай взывать к подвига помощнику нашему, Господу Иисусу Христу, о помощи, ограждении и укреплении доброй воли твоей, ибо без него не можем мы иметь успеха ни в чем. Г. Сии три внутренние действия, искренно воспроизведенные в душе, всякий раз дадут тебе победу над недобрыми движениями. Но это есть только прогнание врагов. Если хочешь их самих поразить в самое сердце, для сего теперь же, если удобно, сделай что-нибудь противоположное тому, что внушало страстное видение. А если можно, положи и делать то и всегда. Это последнее, наконец, совсем избавит тебя от появления испытанных тобой нападений. Эти приемы должны тебе не однажды только употребить, но надо употреблять часто, многократно, непрерывно, до тех пор, пока не разобьешь, не расстроишь и не истребишь страстного навыка, против которого вооружаешься. Преподобный Никодим Святогорец. Вооружись огненным мечом, страхом Божиим, и когда приблизятся к тебе греховные помышления, огонь страха Божия попалит их, как хворост. Страсти не могут преодолеть тех, которые имеют в себе страх Божий. Неизвестный старец из Отечника. После искушения и одержанной победы надо не себе приписывать ее, но Богу и его благодарить за то, что не дал посмеяться врагу, ибо и то дьявольская кознь, что он после одержанной над ним победы влагает высокоумие и тщеславие. Святитель Тихон Задонский. Субтитры создавал DimaTorzok